Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Ну что, долгожданный ролик от Acura Много ребят мне написало и в инстаграме, и в ютюбе, в комментариях показать вам модели Acura В принципе, марку Acura я еще не выпускал на канале Acura Поэтому, ребята, смотрим сегодня все модели, весь модельный ряд Acura Конечно же, как вы любите, цены от дилера непосредственно по MSRP Ребята, самое главное, что по MSRP В наличии, как видите, позади меня одни Acura стоят Я нахожусь на складе Acura И мы сейчас будем смотреть с вами цены, комплектации и наличия Наличия, как я вам честно скажу, в любой модели есть очень много Поэтому, ребят, буду благодарен за то, что поддержите меня лайком Конечно, напишите комментарии, подписывайтесь на канал Поделитесь с друзьями, если вам это понравилось Погнали смотреть цены на Acura Ребят, самый продаваемый автомобиль от модели Acura Это MDX У нас, собственно, здесь, как видите, ряд MDX стоит Несколько рядов здесь Сейчас вместе с вами посмотрим Здесь есть разного цвета, конечно, MDX Разные комплектации Давайте смотреть Могу честно сказать, что почему это самый продаваемый автомобиль Потому что в Америке реально любят большие автомобили А MDX отвечает на все вопросы потребителя в Америке И честно скажу, на дорогах этих машин прям очень много Итак, смотрим Начнем Это у нас 24-й год Acura MDX Комплектация Edge и полный привод Tape S Значит, 355 лошадиных сил То, что любят американцы Собственно, 3-х литровый автомобиль Самый надежный для такого SUV-класса 6-цилиндровый у нас мотор И 10-ступенчатая у нас коробка передач 19 миль получается у нас на галлон И цена данного автомобиля 76 790 Цена по MSRP у нас 75 295 Дилер добавляет свои, условно говоря, 1500 долларов От них мы сможем, если вы обратитесь ко мне Мы сможем, в принципе, отказаться Поэтому можно сэкономить как минимум вот на этом Когда вы приходите сами, как правило, вам это впаривает И, как правило, машина, кстати, открыта Это очень хорошо Как правило, вам это впаривает И вы отказаться от этого сложно Итак, я заострять внимание сильно на автомобиле не буду Потому что у нас очень много автомобилей И хочется показать цены А делать обзор на автомобили Как бы сейчас нет смысла Этот ролик предназначен больше для того, чтобы понимать Какие цены у нас находятся в Америке Итак, честно скажу, что мне нравится у этого автомобиля Это как бы высший класс Хонды То, что здесь очень приятный салон сам по себе Красная строчка, хедап дисплей Не знаю, память сидений здесь Музыка топовая стоит Как вы видите, здесь Type S Это очень заряженная версия Цвет салона на любителя Вишневый Я, вы знаете, красный вообще не люблю А вот в версии AMG А вот такой Вишневый еще как-то более-менее нормально Беспроводная зарядка здесь идет Здесь у нас круиз-контроль Удержание в полосе имеется Дистроники имеются Все цифровое Ну, в общем, и целом неплохо Даже очень хорошо, честно скажу И еще плюс имеется здесь панорамная крыша Это семиместный автомобиль с диваном Как видите, здесь все на высшем уровне Мне, честно говоря, очень нравится Цвет Цвет спорный Во Флориде очень любят серый цвет Как вы видите, ряд у нас стоит MDX Они все серые Потому что они очень сильно хорошо пользуются спросом Американцы, флоридцы очень любят серый цвет В данном случае здесь у нас незаряженная версия Давайте посмотрим, сколько она стоит Менее заряженная, но тем не менее, не хуже Значит, 24-го года MDX SH Полный привод 290 лошадиных сил В принципе, все то же самое по характеристикам Как и соседний автомобиль 21, значит, 21 на MPG И цена данного автомобиля у нас 60 040 Как видите, дешевле MSRP у нас 58 545 Вот эти я еще раз говорю Полторы тысячи долларов мы можем с вами убрать Так что, ребята, вы знаете, к кому обращаться Это очень важно И самое главное, что головная боль Переходит не на вас, а на меня Потому что я буду решать этот вопрос вместо вас Здесь, честно скажу, по цветовой гамме Мы, в принципе, пробежимся Чуть дальше пройдем У нас там есть и белые, и красные Поэтому здесь несколько рядов MDX А там дальше уже другие модельные ряды идут Атакуру Тоже посмотрим на их Давайте посмотрим вот такую вот белую Так, стикер здесь у нас есть, да 24 MDX, H1, ну, в принципе, все то же самое Такая же комплектация Такие же один в один характеристики Вам плохо видно, отсвечивают И запас хода, в принципе, на галлон То же самое Цена у нас не окончательная, ребят Здесь у нас нету дополнительного стикера от дилера Ну, давайте по MSRP скажу 53 845 Прибавляйте к ним полторы тысячи долларов И, собственно, у вас будет окончательная цена Машина закрыта Черный салон полностью Все то же самое Только без строчки Здесь у нас, кстати, нет HADAP дисплея Нет камер 360 Нет даже датчики боковых Датчики боковых этих, как его скажите Скажите, я скажу вам Весь, значит, безключевой доступ В принципе, в принципе, самая голая комплектация Поэтому цена у нее соответствующая Вот Давайте посмотрим вот такого красного цвета Мне кажется, он ничем не отличается Давайте посмотрим Открыта машина Машина закрыта, к сожалению Вот красного цвета Давайте, как раз, есть цена Значит, все то же самое Такая же один в один комплектация Полный привод Те же самые характеристики 290 лошадиных сил 3,5 литра Так, что у нас В6 Десятиступенчатая Такой же запас хода И цена вот окончательная Будет 55 55 340 А по MSRP у нас цена была 53 Вот, собственно, когда мы убили Вы смотрели 53 845 Машина у нас открыта Вот, давайте смотреть Здесь у нас нет сразу Head-up дисплея Сразу скажу Здесь, скорее всего Это кожа искусственная Мне кажется На ощупь, конечно, кажется Что настоящая На самом деле, мне кажется Искусственная Здесь память сидений имеется Датчики боковых Тоже у нас отсутствуют Датчики боковых Этих Скажите, боже мой Я сегодня потупливаю Датчики мертвых зон точнее Вот, спасибо Спасибо Сам себе ответил Датчики мертвых зон у нас отсутствуют Здесь у нас Все по-акуровски По-хондовски Все сделано Панорамная крыша Здесь у нас 5 мест Не 7-местный автомобиль 5 мест Но, честно скажу Выглядит все очень достойно Очень достойно Учитывая, что цена данного автомобиля 55 тысяч долларов Это очень хороший конкурент Допустим, тому же Hyundai Palisade Ки Толу-Рейду Там, конечно, цена чуть-чуть поменьше Нужно понимать все-таки Что такие Это Hyundai Это корейцы Здесь у нас все-таки Японцы Итак, здесь у нас все То же самое А, нет Стоп, стоп Здесь другая комплектация У нас идет MDX THS То же самые Характеристики Так В чем отличается Это не полный привод Не вижу Не вижу Не вижу Так Не вижу Характеристики одинаковые Запас хода Такой же А вот цена У нас Чуть побольше 57 840 Машина у нас Закрыта Что-то здесь Наверное Есть дополнительное Хотя цвет салона Одинаковый Как и соседние автомобили Что-то есть дополнительное Может быть 7 мест Может быть Панорамная крыша Там и там была Машина закрыта Вот Смотрите Какое количество У нас MDX Это все Белые MDX Они тоже Очень хорошо Пользуются Спросом В принципе Белые Серые Черные И вот Чуть-чуть Красного MDX В наличии Есть Красного Не так много На самом Три машины Пока я вижу Я думаю Что Какая у нас Еще версия Есть У MDX Самая заряженная По-моему Есть Вот Первую Показал Самую заряженную Давайте посмотрим Еще одну Какую-нибудь Вот По внешнему виду Я не могу сказать Так Сейчас Определимся Вот Допустим Вот эта Да Это такая же У нас Версия Цена У него 57 840 Машина У нас Открыта Машина У нас Белая На черном Черный салон У нас Здесь у нас Панорамная крыша Как вы видите 7 мест Да Кстати 7 мест Удлиненная версия Скорее всего Или она В принципе Короткая версия По-моему Это удлиненная версия Если я не ошибаюсь Здесь уже Натуральная кожа Как вы видите Вот почему я говорю Там было искусственно Здесь у нас Перфорация Значит Есть вентиляция Скорее всего Да Есть вентиляция Ребят Есть и подогрев Есть вентиляция Вот У нас собственно Дашборд Идет у нас Полностью цифровой Мультимедиа Цифровая Музыка у нас Стоковая Память сиденья Само собой Датчиков слепых зон Есть Они указаны Вот здесь Я вот Только сейчас Определил Что у нас Они указаны Видите Датчики слепых зон У Акуры Если посмотреть На другие автомобили Они у нас На зеркале Как бы показывают Здесь у Акуры Немножко по другому Только сейчас Обратил внимание Вот здесь у нас Вот указаны Датчики слепых зон Удивительно Конечно Ну японцы удивляют На самом деле Это Есть хорошо Скорее всего Вот Дальше идем Смотрим значит У нас Что у нас еще имеется В принципе Мне кажется Все Характеристики Модельные ряды Одинаковые Плюс-минус Ничем не отличается Давайте идем дальше MDX в принципе Я вам честно скажу Как вы видите Большого количества И черные И белые Какие хотите Короче С хедап дисплеем Без хедап дисплеем Вот давайте посмотрим С хедап дисплеем Более заряженную версию Наверное Сейчас посмотрим Что у нас Она стоит Так Вообще ничего не видно Здесь Здесь видите Как стикер Повесили Ужасно Цена по MSRP 65 595 Машина закрыта В принципе Все то же самое Все то же самое Ребят Есть также Серого цвета Автомобили Это у нас Уже по-моему Это не MDX По-моему Это Как-то Другая модификация RDX Вот точно RDX Ребят Это Да Это RDX Стоят у нас Это MDX Вот MDX А вот здесь уже Ряд идет RDX Давайте смотреть их Машина у нас Машина закрыта Так Смотрим Значит 24 года RDX SH Полный привод Здесь у нас 272 272 лошадиные силы Двухлитровый Четырех Цилиндровый И десятиступенчатый автомат Все в принципе То же самое Только двухлитровый Да Только двухлитровый Лошадки поменьше Запас хода 23 на MPG И цена Окончательная Уже от дилера 49990 Как вы видите Здесь дилер Добавляет полторы тысячи С этим можно Немножко пободаться Поэтому ребята Как я и ранее говорил Можете обращаться Решим вопрос Машина к сожалению Закрыта Сейчас найду Открытую машину Посмотрим Что у нас Внутри Как она изменилась И что у нас Есть по комплектации Так ребят Давайте посмотрим Такую вот белую Значит мы соседню Смотрели черную Сколько этот автомобиль Стоит Этот у нас Автомобиль 24 года RDX HH Полный привод Все в принципе То же самое По характеристикам Все то же самое Как и соседним 272 Двухлитровый Четырехцилиндровый Десятиступенчатый автомат Запас хода Одинаковый Цена данного автомобиля 47340 По MSRP 45 По MSRP 45 845 Машина у нас О машина у нас Открыта Отлично Итак Смотрим Ребят Здесь у нас Я уверен Что это искусственная кожа Почему там Я просто по другим Маркам По другим моделям Могу сказать точно Что это искусственная кожа Это не натуральная кожа Но мне так кажется Я конечно могу У дилера спросить Сейчас Здесь у нас Аналоговая Ценвровая приборная Панель Обалдеть Мультимедиа Полностью цифровое Ну маленький экран Здесь нету Есть только подогрев Нет вентиляции Там Что у нас здесь еще Здесь у нас память Сиденья Я уже сказал Стоковая музыка Ничего не указано Никакой бренд Значит Пятиместный автомобиль С панорамной крышей Ну очень приятный Цвет салона Согласитесь Не знаю Мне вот нравится Такой цвет салона Комбинированный Видите У нас торпеда Комбинированная Полностью идет Тоже очень прикольно Здесь у нас Простой получается Хотя нет Удержание в полосе Есть Есть круиз-контроль И есть Дестроник даже Ничего себе Класс Класс Конечно Когда Если вы решитесь Покупать такой автомобиль Возьмите его В тест-драйв Конечно Сделайте тест-драйв Это маленький Собрат МДХ Поэтому Давайте вот посмотрим Заряженную версию У нас Есть заряженная версия А Так 24-го года RDX H H H Полный привод A Spex Так У нас закрыто Закрыто 272 лошадиные силы Двухлитровые Все в принципе То же самое Только Скорее всего По комплектации Получше 23 23 на MPG И цена у нас 57 140 57 140 Машина закрыта Что у нас здесь У нас здесь есть Хадап дисплей Датчики мертвых зон Там они указаны У нас Скорее всего Хотя они должны быть здесь По новому уже И может быть они там есть Нет Тоже здесь не вижу Комбинированные сидения Натуральные Салькантарой Перфорацией Руль уже такой Знаете С красной строчкой Интересный И есть подогрев Вентиляция Музыка Какая-то Там Не вижу Отсюда ЛСС Студио 3D Что это за музыка Такая Не знаю Честно Ну собственно Вот так вот Выглядит Сзади Автомобиль Полный привод Что самое важное Это очень Хорошо Это очень Хорошо Хотя во Флориде Полный привод Вы знаете Это такая Сомнительная история Тут можно И задний привод И передний привод Автомобили покупать Здесь у нас равнина Везде Поэтому Как бы такого Прям Знаете Потребности В полном приводе Нету Но Знаете Полный привод Любят Давайте посмотрим Красного цвета Я хаотично Просто хожу Потому что Ну Я нахожусь на складе Здесь Честно говоря Разбираться Какая комплектация Там плюс-минус Находишь Комплектацию Другую Уже хорошо Так Здесь мне кажется То же самое SH Комплектация Полный привод Характеристики Одинаковые Ребят По RDX Запас хода Одинаковый Цена Цена данного Автомобиля 47340 Total MSRP 45 845 Машина закрыта В принципе Как у нас Смотрели мы Белую с вами Или черную Уже не помню Вот Один в один Такая же Только красная Все то же самое Ребят Один в один Все то же самое Здесь у нас Красная Конечно Побольше Автомобили У RDX Идем дальше Белые Красные Черные Синие Какие хотите В наличии есть Поэтому Когда мне спрашивают А есть ли такая Есть такая Ребят Есть все Главное Чтобы вы понимали Когда вы приезжаете К дилеру Вы не растерялись Потому что Приезжаете на площадку Как вот Сюда вас не впустят Конечно Без меня Но когда вы приходите Сюда Честно скажу Вы Глаза разбегаются Потому что И хочется И вроде белую Ехал покупать белую В итоге Увидел красную Для жены Вроде красная Нормально А такой салон Или такой салон Как бы знаете И глаза начинают Разбегаться Когда большой выбор Глаза начинают разбегаться Вот давайте посмотрим Еще такую заряженную версию Машина закрыта К сожалению RDX SH Полный привод Спекс Так 272 272 лошадиные силы Двухлитровый Четырехцилиндровый Десятиступенчатый 23 Значит у нас Все то же самое Цена только у него 50 52 990 Ребята Я честно скажу MDX В базовой версии Будет где-то Как вы видели 55 стоит Ты должен насмотреть Но MDX побольше Конечно Так RDX 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 И плавно переходим К седанам К седанам Сейчас перейдем Ой Тут места так мало пройти Плавно переходим к седанам Потому что Ну я не знаю Каждую машину Нет смысла показывать Потому что Ну реально Автомобилей очень много Итак Давайте перейдем Максимально Перейдем к седанам Уверен что Не всем нужны SUV Итак Переходим к седанам Это у нас ТЛАХ Смотрите Значит Acura ТЛХ Ну это 23-го еще года Хотя у нас Январь месяц Конец января 24-го Но еще машина 23-го года Может быть Кстати 23-го года Мы можем поторговаться Имейте пожалуйста ввиду Если машина старая Скорее всего Можно будет ее немножко Торгануть Ну как бы Дилеру нет смысла Держать этот автомобиль Машина у нас закрыта К сожалению Значит По характеристикам 272 Двухлитровый Четверхступенчат Как собственно И мотор как в RDX Один в один на SUV Также стоит собственно На этом седане ТЛХ Итак У нас тут 25 На 25 на MPG Это на 1 галлон Запас хода И цена данного автомобиля 43 340 Как вы видите Вот это вот 1500 долларов Я округляю там 5 долларов 1500 долларов Дилер конечно Просто там Ну аля Впаривает вам что-то там Пишет Что мы сделали то Мы подкачали там Каким-то там Не знаю Просто нереально Крутым воздухом Ваши шины Сделали апгрейд Чего-то там Еще апгрейд Того Апгрейд Всего Ну такое знаете Я как правило Всегда стараюсь Дилеру Говорят Чуваки Хороший разводить Давайте что-нибудь Уберем это Ну дилеры Когда ты приходишь Как брокер Это одно дело Приходишь как клиент Они тебе посылают Нахер Когда приходишь как брокер Сразу Немножко другое Отношение К тебе меняется 23 года ТЛХ СЭйч Полный привод Версия Аспекс Аспекс Значит Все то же самое Характеристики Те же самые Запас хода Но цены Окончательно нету Но по MSRP 50795 Добавляем сюда Полторы тысячи Получается 52 тысячи долларов Машина у нас закрыта Сейчас найдем Какую-нибудь Открытую машину Постараемся Вот такая же соседняя Только черная Давайте Может она открыта И как раз у нас там Есть окончательная цена Давайте посмотрим Открыта ли эта машина Машина закрыта К сожалению Хочется посмотреть Как просто выглядит Цена данного автомобиля О Тут уже у нас конечно пожирнее Цена 59 040 На что-то добавили По характеристикам Нужно смотреть Также 23 года автомобиль Значит этот автомобиль Не так хорошо продается Скорее всего Мне так кажется Раз он 23 года стоит здесь Не так хорошо продается Это конечно Нужно смотреть Нужно смотреть Но машина очень красиво смотрится Не знаю как вам Мне эта машина нравится Честно скажу Особенно в заряженной версии Прям так знаете Дерзкая Черная вот такая машина На черном салоне Прям ну очень дерзкая Итак Это у нас Старший собрат А теперь у нас есть младший Интерджера у нас Это у нас Акура Интерджера Правильно ли я читаю Или неправильно Так фокусируйся Интерджера У кого какой английский Что-то не фокусируйся Камера Не хочет фокусироваться Значит 200 лошадиных сил Полтора литра Мотор Четырехцилиндровый А трансмиссия Так Трансмиссию не вижу Engine Четыре цилиндра А трансмиссия SVT Странно Что-то интересное Так Цена Цена данного автомобиля Total 35388 А по MSRP Цена 33 295 Еще раз говорю Вот эти вот Дополнительные Фи Вот то что прописывает Вам Дилер Это Рассчитано на клиента Который пришел Непосредственно покупать Сам Но С этим Как бы честно скажу Клиенту Очень тяжело бороться Некоторые мне не верят Говорят Да мы сами Сами Да пожалуйста Дай бог здоровья Идите покупайте Сами Ищите Если у вас тем более Есть английский язык Без проблем Идите ищите Покупайте Никто не против Рынок открытый Тут же не говорят Что нужно через брокера Только покупать Нет конечно Но В Америке Некоторые люди Не осведомлены И приезжают Думают Что мы сейчас Как бы в нашей стране Приедем Купим И без проблем Это как бы Оформим И нас не разведут Разведут Ребят Разведут В любом В любой дилерской Вас разведут Честно говорю Пока вы не столкнетесь 24 года Интерджера Значит По характеристикам Все то же самое По запасу хода 33 на MPG И цена По MSRP 33 295 Но На этот автомобиль Учитывая Что он очень хорошо продается Машина открыта На него добавляет Не полторы тысячи Как мы видели А почти Две с половиной тысячи долларов Итак Это Я так понимаю По мне так Это вот Конкурент Цивику По факту Это одна и та же платформа Цивик И интерджера Одна и та же Ну мне кажется Да Прям они очень сильно похожи Только вот Оптика И морда Очень сильно изменена А так По факту Это же один концерн И здесь Можно сказать Что это цивик Цивик конечно Чуть дешевле Чем данные Интерджера Здесь у нас Цейси 33 295 по MSRP Две с половиной Добавляем Где-то получается Ну пусть будет 35 тысяч Цивик будет стоить Такой где-то 32 тысячи долларов Плюс-минус Итак По автомобилю Смотрите значит Что у нас тут имеется Вот Это очень хорошо Что уже Acura вот здесь Сделала Датчики мертвых зон Как вы видите В MDX У нас было Вот здесь Вот Удивительно По старому Все Ну машина 24 года На минуточку Здесь у нас Смотрите значит Не кожаные сидения Это искусственная кожа По-любому Это не настоящая кожа Регулировки Боковой Вверх-вниз Значит Да один в один Цивик Просто у Цивика Другая торпеда Честно скажу Итак И здесь у нас Простой круиз-контроль Удержание в полосе Дистроник Небольшой Полностью цифровая приборная панель Здесь у нас Тоже собственно Мультимедиа Практически Вся Ну есть конечно Кнопки Радио Медиа Все это есть Очень нравится Такое решение У Хонды И у Acura По Дефлекторам Очень нравится Что касательно Что-то кудишь Так Прям неприятно Такое Что касательно Задней части Давайте посмотрим Здесь не так много места На самом деле Но Вы знаете Для первого автомобиля Первого автомобиля Я думаю Что будет Очень даже неплохо Что касательно Сейчас объясню По поводу Сейчас в конце Вам объясню все это Что касательно Данного автомобиля Чисто задницу возить Ребят Небольшой багажник Ну Цивик Кто знает Модель Цивик от Хонды Это один в один То же самое Только Acura Мне кажется Все то же самое Поинтереснее Не поинтереснее Решать вам Напишите в комментарии Нравится вам Acura Или Цивик Что больше Какое предпочтение Вы дали Но Каждый по своему Хорош Сказать что это Премиум класс Кстати есть люк Люк есть Панорама Я не знаю По моему Панорамы здесь и нет По моему У всех они люки Идут Здесь как вы видите Большое количество Интерджера Все эти автомобили Есть в наличии Их просто дофигища Кто то скажет Ну вот смотрите Они стоят И никто их не покупает Да ну ладно Никто не покупает Америке спрос Абсолютно другой Вы думаете Цена по MSRP 35295 Вот за эту цену Мы сможем с вами Вместе Если приедем Купить И собственно По автомобилю Смотрим Комбинированное сидение Как я и ранее говорил Это не настоящая кожа Ну я думаю Что это не настоящая Я конечно Спрошу менеджмента Но я уверен Что это не настоящая кожа Это искусственная кожа По ней прям видно Она не то что плохая Нет Она просто искусственная Вот и все Настоящая Немножко по другому Выглядит И по другому Тактильно ощущается Красная строчка Здесь Что у нас здесь Изменилось В принципе Что добавилось Точнее Добавилось у нас Люк И там был Другого цвета Салон В принципе А что еще добавило Здесь кстати Память сидения У нас отсутствует Здесь Заряженная версия Датчики слепых зон Есть А что тут добавилось Кроме вот этих Лейб и красных строчек Ничего не добавилось Наверное Я не знаю Музыка стоковая Здесь Не знаю В общем А автоматически Здесь у нас получается Там было не автоматически По моему Автоматические стеклоподъемники Передние А задние У нас стандартные Простые Нужно удерживать До конца придерживать Ну вот такая вот версия Бесключевой доступ Понятно Здесь есть Но Собственно И такие вот Очень красивые диски Симпатичные автомобили Честно скажу Если выбирать Между цивиком И интерджера Даже не знаю Чего я выбрал Ну понятно Что цена Чуть подороже Две-три тысячи Разница Но тем не менее Машина по-другому Выглядит Чем цивик Цивиков Поверьте мне В Америке Цивиков Не знаю Как говна Просто До херища Их покупают И студенты И собственно Такие тоже Автомобили покупают Студенты Давайте посмотрю Так вот серо Мы не смотрели серого цвета У нас есть ли Окончательная цена Нет Окончательной цены Нет Вот Здесь у нас Тоже заряженная версия Давайте посмотрим Машина у нас Закрыта Все в принципе То же самое Да 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 Все то же самое Только цена А цена такая же 36790 Давайте Вот смотрите Еще я прохожу Очень прикольно На складе снимать Сразу показывать На сколько Какого количества Автомобилей Есть в наличии Ну Ребят Мне кажется На этом достаточно По Акуре Потому что Тоже сильно Как бы Большой длинный ролик Делать не хочется Хочется показать Реально по делу Сколько чувствует Какие есть комплектации Комплектации Понятно что У Акру Не много Их так Есть более заряженная Средняя И Собственно Есть Максимально заряженная Что касательно Кто-то спросит Какие условия И объясняю Условия следующие Все зависит Как обычно От ваших документов Если вы приехали В Америку И хотите купить Автомобиль В кредит Или в лизинг Электрички Покупать Выгодно В лизинг Покупать Автомобили Внутреннего сгорания На бензине Переехать Переехать в Майами Прекрасный Как видите У нас конец января Прекрасная погода Мне жарко Честно говоря То конечно Автомобиль нужен И всегда Вы упираетесь В том Какой автомобиль Взять Нужно брать Автомобиль По вашим возможностям Если брать Допустим Интерджеру То в среднем Будет платеж В районе Где-то Опять же Еще раз говорю В среднем В районе 500 долларов Что такое 500 долларов Это пойти поработать Не знаю Три дня Просто Ну может даже Даже меньше У кого какая Возможность есть Можно поработать Два дня Можно один день Поработать И заработать 500 долларов В зависимости Чем вы занимаетесь Понимаете Что такое 500 долларов В Америке Это небольшие деньги Поэтому Когда у меня спрашивают Ромал А какой нам автомобиль Взять в районе Допустим Тысячу долларов Я говорю Возьмете шикарный автомобиль Просто шикарный фамилий Тысячу долларов Это уже Некий премиум класс Поэтому ребят Честно вам скажу Условия Зависит только От ваших документов Если вы приехали По грин карте И у вас есть возможность Там у вас уже есть Social security number Но у вас Небольшой кредитный скор То понятно Условия будет среднее Если у вас Хороший кредитный скор Понятно Что условия будут шоколадные Может быть по 5% Там по 4-9% Может быть А в среднем Получается Как я всегда Я говорю в любом ролике От 7 до 10% Это среднее Просто среднее Такое значение Процентной ставки Как я всегда И говорил Всегда Покупая автомобиль Если вам Вы купили автомобиль По высокому проценту Вы всегда можете Сделать рефинансирование Через полгода Если вы полгода Исправно платите Сделать рефинансирование Условно У вас было там Условно Когда у вас нет документов Вы взяли Под конский процент Допустим По 15-17% Заплатили За эти полгода На этом автомобиле Ездите Самое главное Он решает ваши вопросы Полгода Переплатили чуть-чуть Уже кредитный скор Начинает работать И через полгода Вы такие раз Сделали рефинансирование Рефинансирование сделали Сделали свою процентную ставку Не 17% А сделали Допустим 6-7% 5% В зависимости От вашего банка Вы сделаете запрос И банк делает рефинансирование Поэтому Когда вы приезжаете В Америку Прошу вас Я понимаю Что все умные Все грамотные Все сами все делают Но Когда я говорю Что ребят Мне говорят Я могу же сам поехать купить Пожалуйста Приезжайте В любую дилерскую Покупайте Но одно дело Вы приезжаете С брокером Брокера Абсолютно Другие условия Отношения к другому И скидки Другие к брокеру Одно дело Вы приезжаете Сами Когда вас Видят Как Знаете Гол как сокол Видят вас Беленького Голенького И давайте Раскрутить Вас Развести Пожалуйста Как считаете Нужно Так и делать Рынок открыт Делайте как хотите Еще раз Буду благодарен Вам Читаю Десятьдельные комментарии Абсолютно всем отвечаю По заявкам По кредиту По лизингу Пожалуйста Пишите мне В инстаграм Также Мой второй бизнес Это недвижимость Я продаю Недвижимость В Майами И в окрестностях Майами Ипотека По очень хорошим Ставкам У меня в команде И брокеры И риелторы Есть И страховые брокеры Поэтому Кому интересны Данные услуги По недвижимости По автомобилям Прошу Все заявки Отправляйте мне В инстаграм Или если Там в описании Будет ссылочка На ватсап Можете писать Непосредственно Ватсап Большое спасибо Что напишите комментарий Поставите лайк Поделитесь с друзьями Подпишитесь на канал Вас уже Чуть больше растет Поэтому очень приятно Увидимся В следующих роликах Пока-пока